Всем привет! Сегодня я буду работать с вот этим замечательным растением, которое называется Астроманта мультиколор или триколор, ее еще так называют. Замечательное растение, очень имеет красивую декоративную окраску, трехцветную, зеленую, красную и то ли белую, то ли желтую. В общем, вот такая вот красивая, такая вот красавица у меня растет. Это растение предпочитает очень много света, то есть она любит свет и листья такие декоративные, то есть разноцветные, сзади они вообще красные. Когда свет не прямой, соответственно прямые солнечные лучи будут обжигать эту листву, то есть подходит для этого растения северные, западные и восточные окна. Собственно стоит она у меня на одном месте, вот здесь сбоку на окне. Уже очень сильно разрослась. Я ее хочу, в принципе, ее можно даже не трогать, потому что она замечательно себя чувствует. Она дает новые листья, вот видно прям они свеженькие такие. Вот, но я хочу ее немножко разрядить, скажем так, то есть отделить вот эти вот группы листьев с корнями и подарить своей родственнице. И обновить грунт хочу. Вот что я хочу сегодня с ней сделать. Также из-за отопления, так как листья уже очень сильно разрослись и они немножко как бы сходят с подоконника, то есть надо батареи получать с листья. Вот такие вот сухие кончики образуются. В принципе кончики можно подрезать и будет незаметно, что там что-то у нее сухое. Так как не всегда сейчас у меня хватает времени на цветы, очень мало купаю под душем. Не обрыскиваю, скажем так. Грешна, грешна в этом плане. Вот. Ну, собственно, в интернете, кстати, вычитал, что это растение достаточно капризное. Вот. Я очень удивилась, что оно капризное. Вот. Потому что у меня оно нормально растет. Купила я его. Оно было буквально вот пару листьев, маленький такой вот отросточек был. То есть тоже, видно, разделили его и воткнули в горшок. Вот такое вот оно у меня разрослось. Вот. Собственно, пока растение дает новые листья, новые стрелы с листьями, то его можно не трогать. Просто сверху можно подсыпать свежего грунта. Вот. Оно у меня даже уже вот тут вот начало прям стреливать. Очень красиво. Вот. Ну, собственно, сейчас приступлю к пересадке. Вот. Посмотрю, что у меня там с корнями. Вот эти все сухие листья я обрежу. Все здесь зачищу. Вот здесь вот все вот тут вот видно сухие старые листья. Все это я уберу, отделю, разделю. Вот. И посажу в новый грунт. Посмотрю, как будет у меня сопоставимый ли горшок. Вот. То есть, ну, в общем, буду сажать растения. Если будет очень много, то посмотрю, короче, объем горшка, чтобы он был не очень огромный. Я уже много раз говорила о том, что растения лучше растут в тесных горшках. Вот посмотрите, небольшой горшочек вот такой вот, да? Он небольшой. Здесь буквально диаметр, наверное, мне кажется, 26 сантиметров даже нет. Здесь, наверное, где-то 24 сантиметра диаметра. А он вон какой огромный разросся. Вот. Соответственно, если бы я его купала и опрыскивала, это моя вина, то не было бы вот таких вот сухих листьев на кончиках. Но опять же, например, в летний сезон, когда отопления нету, да, нету таких проблем. Вообще нету. Вот это вот все образуется, вот сухие листья. Это все из-за отопления. То, что сухой воздух, вот, ну, такая вот беда небольшая происходит. Ну, так растение полностью здорово. Оно хорошо развивается, дает новые побеги. Так что все супер. Мы немножко поможем ему. Пора, настало время для этого. Вот. Так что вот такие вот дела. Начнем. Вот хочу показать, как работает перлит. Видите, у меня вот здесь вот белые маленькие гранулы. Вот. Учитывая то, что я цветок поливаю нечасто, то перлит позволяет земле быть немножко влажной. Сверху достаточно все сухо. Ну, если присмотреться, то вот здесь вот внизу, вот буквально в середине прям земляного кома, видно, что земля увлажненная. Но она не, как сказать, она не мокрая. Она воздушная, она рассыпчатая. То есть даже внутри есть пространство воздушной прослойки. Вот я прям открываю. Абсолютно здоровые корни. Ни капельки гнили нет. Все, все вообще замечательно. Посмотрите, какое здоровое растение. Здесь вот новые ему на побеги лезут. Маленькая такая прям точечка. Огромный цветок. Вот. И внизу обязательно дренаж. Керамзит. Вот там внизу на камнях видно, что растение прям стоит на камнях. Ничего страшного, что корни вплетаются в эти камушки. Это абсолютно никак не влияет. Наоборот, это хорошо. Как бы корни вентилируются воздухом. И если вдруг какое-то переувлажнение в поддоне, то корни от этого не страдают. Ну вот, собственно, вот я все пропагандирую. Все пропагандирую перлит. То есть посмотрите, как здорово с перлитом. Я смешиваю перлит с землей где-то 50 на 50. Вот. И за счет этого, ну, то есть как-то перлит набирает влагу в себя. Он ее там удерживает. Вот. И за счет этого потом перлит отдает свою влагу в почву. То есть это вот видно конкретно по этим камням. То есть сверху грунт сухой, а внизу в середине он влажный. Это образуется за счет того, что перлит выделяет влагу и корни оттуда, ну, как бы, забирают. То есть отличное сочетание. Вот. Земля при этом рыхлая. То есть она воздушная. То, что нужно. Самое главное вот для хорошего роста, чтобы грунт был воздухопроницаемый. И чтобы он не был мокрый, влажный. Такой вот, знаете, когда нажимаешь на почву, а из нее прям, ну, вода. Видно, что прям, ну, очень сильно переувлажнен. Когда грунт переувлажнен, то корни начинают гнить, растения погибают. Все удивляются. Ах, что же у меня? У меня сбрасывает растение корни. Ой, листья желтеют. Ну, потому что нарушен полив. И, соответственно, происходит беда с растением. Вот и ответ, как бы, на этот вопрос. Попробуйте использовать перлитый универсальный грунт 50 на 50. Этого вполне достаточно, чтобы растение себя замечательно вот так чувствовало. Продолжение следует... В общем, я разделила сейчас растение. У меня получилось три самостоятельных цветка. Как подбираем горшок? Вот, смотрите. Кажется, что визуально растение большое. Ну, и корни так тоже приличные, да? Смотрите, какой земляной ком большой. И прям многим хочется посадить, ну, в горшочек побольше. Кажется, что это растение будет лучше расти, будет лучше наращивать зеленую массу в хорошем большом доме. Вот. Но это абсолютно не так. Как ни странно, но цветы любят тесные горшки. То есть, видите, сколько здесь листьев. Какой здесь большой земляной ком. То есть, вот, в принципе, практически корни земляной ком практически такого же диаметра, как и горшок. Буквально тут вот разница. У меня, ну, сантиметр, наверное, ну, три, наверное, ну, вот максимум, да? Три сантиметра. И это нормально. Плюс, ну, я подсыплю немножко туда дренажа вниз. Растение вот так вот поднимется. Нужно сажать растение в пропорциональной горшке. У меня тоже был опыт. Опять же, из своего опыта исхожу. Был у меня вот такой экземпляр. Очень давно, лет, наверное, 10 назад, если не больше. И я, как умная Маша, решила предоставить данному цветку очень большой горшок. Просто катку нереальную. Я думаю, ну, как же, он будет лучше себя там чувствовать. У него будет больше питания. У него будет классный полив. Он будет там себя замечательно чувствовать. Ну, я посадила его. И что? В итоге он у меня погиб. Через месяц буквально он у меня загнулся. И всё, я его выкинула. Вот. И потом поняла, что растение нужно сажать именно в пропорциональные горшки. Вот. Я примерно подобрала одинаковые горшки. Вот здесь вот у меня экземплярчик поменьше. Вот. То есть всё, ну, как бы, горшок подбирается, исходя из корневой системы. Вот. Видите, я погружаю... Я погружаю корни. И они у меня вот буквально, они практически вот... Ну, тут 2-3 сантиметра. Вот. Всё, этого достаточно на первый, там, год, чтобы растение нарастило ещё корневую систему, упустило новые побеги. Вот. И замечательно себя чувствовало. И потом, когда уже вы увидите, что рост листьев прекратился, тогда уже можно сменить горшок на побольше. Вот. Собственно, эта рекомендация, она относится, ну, как бы, ко многим растениям, к очень многим. Потому что, ну, в принципе, как бы один и тот же. Вот. То есть подбираем горшки пропорционально корневому кому, ну, корневой системе. Вот. Этот чуть поменьше, вот этот горшок по сравнению с этими тоже чуть-чуть поменьше. Вот. Здесь тоже прям такая шапка, видите, большая. Прям так хочется ему прям дать побольше горшочек. Ну, вот. Корни практически касаются стенок горшка. То есть растение будет тратить свои силы не на наращивание корневой системы, потому что, когда вы даёте большой горшок, растение не понимает, куда оно попало, и оно пытается нарастить корни. Соответственно, рост стоит на одном и том же месте. Вот. А чтобы этого не происходило, нужно пропорционально просто подобрать горшок. Вот. И правильно организовать дренаж, внести перлит, чтобы земля была рыхлая. Вот. И как бы отрегулировать полив. Ну и всё. И это растение будет давать новые листья, будет развиваться, именно пускать свои силы в наращивание листвы, а не в наращивание корней. То есть, прежде всего, главное правило, правильно подбирайте ёмкость. Вот. Не нужно кидаться из каких-то крайностей, что если кажется, что здесь очень много, и что нужно ему дом побольше предоставить, как мы все это любим. Нет. Это не так. Вот такие вот правила бывают. И так далее. И так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот что хочу сказать по поводу этого цветка Между собой как бы в простонародье люди его называют еще молитвенник Или молящиеся растения То есть когда растение стоит днем на подоконнике То все его листья раскрываются Все его листья раскрываются То есть они вот так вот все наклонены к солнцу То есть растение получает солнечный свет А к вечеру, когда наступает темнота Растение поднимает свои листочки кверху Это удивительное чудо, я хочу сказать, очень красиво Видите, красный окрас, его очень видно хорошо вечером То есть такое ощущение, как будто бы растение молится Поднимает свои листочки кверху Сейчас пойдем мыться в душ Если листьев много, то проще под душем мытье произвести Если листьев мало, то проще влажной тряпочкой протереть с двух сторон Для того, чтобы произвести помывку Я вмотала все горшки пакетами Чтобы не допустить туда залив воды Потому что когда туда воды очень много попадает То грунт начинает выходить из берегов, скажем так Растения я уже полила Прям так хорошенечко пролила грунт Что из поддонов начала выходить вода И я эту воду слила Сейчас помоемся И потом поставлю их на подоконнике Вот так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому